Традиционная августовская конференция учителей состоялась в Шиилийском районе. На ней были подведены итоги прошлого учебного года, отмечены лучшие школы и педагоги, выделены актуальные вопросы, обсуждены оптимальные пути развития человеческого капитала. Руководитель областного управления образования Майера Мельдебекова подчеркнула, что в деле воспитания детей не бывает мелочей. Все этапы важны для развития полноценной личности. В этой связи нельзя недооценивать дошкольную ступень. По данным экспертов, каждый вложенный в детсады доллар возвращается обратно в экономику с восьмикратным приростом. Ребенок, посещавший детский сад, вырастает более уверенным, грамотным, развитым. В области дети 3-6 лет полностью обеспечены детсадами. Задача – повысить качество из работы. Особо это касается частных детских садов. Качество квалификации педагогов, воспитателей частных детских садов. Не везде придается этому значению, но это напрямую влияет на развитие детей, закладку фундамента в них. Поэтому нам надо всем уделять большое внимание детсадам. Другая важнейшая задача – обучение по обновленному содержанию. Это, говоря простым языком, функциональная грамотность. Я сама физик-информатик. Есть, положим, переменный ток, постоянный. Мы обычно даем только теорию, а надо учить, как в жизни эти знания применять. Например, как проводить электропроводку. Вот так по каждому предмету учить применять полученные знания в жизни. Нет выше богатства, чем человеческий капитал. Развивают общество, укрепляют и обогащают страну деловые, образованные, разносторонне развитые люди. Школа – это мастерская по воспитанию таких людей, а мастер – учитель. Сегодня отечественная сфера образования переходит на новый этап развития. Внедрение нового всегда проходит сложно. Но это жизненно важно для будущего страны. В новом учебном году новшеств немало. На обучение по обновленному содержанию переходят 3, 6, 9 классы. В пилотном режиме в старших классах начнется преподавание предметов естествознания на трех языках. Ширятся ряды инновационных школ. На сегодня их 46. Учебное заведение перенимает опыт работы на зарбаев интеллектуальных школ. Знания в развитии любого государства играют особую роль. В сегодняшнее время это экономика человеческих ресурсов. Основной капитал – человек. Мы с учителями ставим цель направлять свои усилия на повышение квалификации, перенятие опыта работы на зарбаев интеллектуальных школ, развитие функциональной грамотности. На сегодня перед нами стоит большая задача – преподавание на трех языках. Учителя района прошли курсы по химии, физике, информатике. И в нашей школе также. Для повышения творческого потенциала учителей работаем по принципу магнитных школ. Также тесно работаем с другими школами. Планируем перенимать опыт работы на зарбаев интеллектуальной школы. Продолжение следует...